Аварим, реакция, мнение. Не побуду я сейчас таким диванным экспертом, геополитиком, как многие любят, выставлять себя всякие, которых много смотрят, но при этом ничего путного они не рассказывают. Вот это они не рассказали и даже не предугадали, поэтому какие они к черту геополитики. Ну давайте поподробнее. Значит, Казахстан. Сразу скажу, по сути это битва за ресурсы, хотя я такой вид политики, вообще политику в целом отметаю, но это будет, можно сказать, локальная драка, когда более крупный поедает в более мелких и слабых. В данном случае Россия, Казахстан. Как уже с Украиной произошло? Ну давайте посмотрим. Вот Казахстан, достаточно большая страна по территории, богатая ресурсами. Нур-Султан, вот он находится, где? В восточной части. К России ближе. Северная часть. Северо-западная часть. Ну тут все в принципе что-то с этой стороны, но давайте по порядку начнем. Как я к этому пришел, а потом уже конкретно в конкретику. Ну, чтобы новость не пропала зря, мерч от Оксимирона, на сайте вроде как такой не продается, но выставлено на официальном паблике, так что. Изображен Алистер Кроули, ну и соответственно Телема, Глазик и так далее. А, ну и еще добавили, я так понимаю, Лавкрафта. Тут разное. Гоблин какой-то, око, сатанизм и так далее. И у него же дело то, что цитата есть, ну я уже забыл какая-то, но есть у него набита цитата из Кроули. Ну и Кроули Телему написал. Алистер Кроули, английский оккультист, поэт, художник, писатель и альпинист. Был известен как черный маг и сатанист, один из видных идеологов оккультизма и сатанизма 20 века. Основателя религиозного течения Телемы, читающий себя пророком. Ну, Кроули, в общем, Кроулианец, Телемид. С Аксимироном можно закончить. В его альбоме ничего интересного нет абсолютно, может быть когда-нибудь, хотя вряд ли, надо было сразу делать, уже не тема. Абсолютно ничего интересного, он просто накидал хэштегов. Одно слово, второе, третье, ладно, это к делу не относится. Так чисто. Ну, мой длинный пост про, давайте я его прочитаю. И перед тем, как прочитаю, покажу более новое. Значит, что вы требовалось доказать? Казахстан, родная гавань. Ну, как про Крым боты пишут, значит, Кремле боты пишут. Так же самое. Это я, в скобочках. Родная гавань. В комментах уже даже название огласили боты. Ну, там, в общем, в ВК, я несколько раз натыкался уже на такое название, хотя оно вроде как не сильно сюда подходит. Южно-Уральская народная республика. Хотя, какого фига? Это же, наоборот, севернее. Или как? Нет. Ну, Казахстан, на самом деле, на юг, ну, в принципе, да, если так, да, может быть. Южно-Уральская народная республика. И есть, значит, вот такое понятие. А. Давай переходить. Википедия. Не понял. Чё, не пускает? А, нет. Срезало. Есть такое, Уральская народная республика. А это будет Южно-Уральская. Понял. Оно, когда редактировать пост, оно всё время обрезает реальную ссылку. Уральская республика. Не предусмотрена Конституцией Российской Федерации. Субъект Федерации. Фактически существовавший с 1 июля по 9 ноября 1993 года. В границах Свердловской области. Ну, можно почитать, в общем. Ну, относительно вот этой республики, это Южнее. Да, тогда, может, может, действительно. Оно так и будет. То есть, такое название уже встречается. То есть, не я его придумал, его уже пишут. По Южнее Урала. Ну, да. По факту, да. Ну, и самая главная же новость. Для защиты Байконура Россия может везти войска в Казахстан. ЧВК. ЧВК готовится взять под охрану космодром Байконур. Теперь Байконур не особо-то нужен России. Так как у них есть восточный, уже космодром свой. Но, опять же, зачем это делается? Так как, сейчас я покажу, что там много ресурсов. Потом же, опять, вроде как, пустили слух, но это не точно. Но, я думаю, что такой слух есть. Так как, какой Казах беспонтовый, то беспонтовый Казах. В общем, люди берут кредиты, влезают в долги, и, соответственно, отдавать надо. Отдавать сейчас нечего, так как валюта падает национально. И, если им пообещать, что если они поддержат протест, то им спишут долги, то многие пойдут. Хотя бы просто на улицу. Хотя бы просто на голосование даже. Если не надо там машины переворачивать. Это много. Кто не согласится это делать? Делать реально, потому что сейчас там магазины жгут. Это все делают люди, которых специально к этому подготовили, или просто сказали, грабьте. Вот давайте так. Привезли мужика из злухой деревни. Там привезли Саулов. Или как правильно называется, не хочу обидеть, но тем не менее. Привезли, в общем, сельских жителей. К ЦУМу, например. Представьте. Там в Киеве ЦУМ есть, по-моему, где-то еще. Ну, в данном случае, самое крутое, это в Москве, конечно. Вот мужиков привезли таких, которые не работали особо никогда. Ну, понятно, там, скорее всего, пастухи. Ну, можно и алкашню найти всякую. Более-менее. Привезти к ЦУМу. Сказать, вот, мы оградим кольцом метом, и никто вам не помешает громить, например, этот магазин. Делайте что-то, что хотите с этим магазином. Ну, конечно, его обоссут, разграбят и подожгут. Все. Самое ценное вынесут, остальное, что не смогли вынести, просто разобьют. Чтоб другим не досталось. То же самое примерно сделают и тут. Уже делают. То есть, навезли людей специально. Еще раз, это сделалось специально. Причем, самое важное, сейчас я дальше прочитаю, согласование, опять же, с цехом и согласованием с Астаной. Хоть Астана была и против, абсолютно понятно, почему была против. Зачем им это надо, собственно, такие приключения. Но их никто не спрашивал. Иначе, значит, есть влияние. Тем более, всегда можно управлять капиталом. Все капиталы, что у всех олигархов из СНГ, находятся на Западе. Соответственно, их деньгами можно управлять легко. Тут он царь и бог, но без денег он уже не будет чувствовать себя таким. Ну, вот как нужно развлекать, завлекать народ. Пустить слух, что простят долги по кредитам. Это комментарий, кстати, от злой эколог. Но он, конечно, срет, так как у него обыски были. И сильно рассказывает. Ну, там же войска НАТО введут. Но я, наверное, обязан это просто был ввести, добавить. Так как иначе обыски бы продолжились. И не только обыски. Посадили бы на бутылку, да и все. Ну, опять же, он не простой чувак. А со спецслужбой, ну, он как бы не скрывает, что с спецслужбой там какой-то общается. Ну, опять же, Хуцпу гонит про всяких там пришельцев и так далее. Но в том, что они прилетят. Они уже давно здесь. Документальный фильм «Чужие среди нас» Зайлаев. 1988 года. Посмотреть, если не видели. Все показано. И там, кстати, есть, опять же, вангование в этом фильме. Про квадрокоптеры, про слежку полную. Опять же, вот эти очки, которые многие видели. Что снимаешь и подчиняйся. Во-первых, бренд одежды Obey, которые подчинение в переводе сделали. После этого фильма как раз сделали этот бренд одежды. Одежда, которая носят звезды. Сейчас вот даже на Муставеттам везде выходит в этом бренде. Тего, подчиняйся. Ну, и опять же, в этом фильме есть про 2025 год. И там сказано, что это конец их планов. По форматированию человечества. Так что, фильм стоит посмотреть. Там про 2025 год. И тем более от режиссера «Нечто». Карпентера. Ну и много еще хороших фильмов снял. Потом можно не выполнять. Это про кредиты. Но поддержка в первое время будет. То есть, обещать не равно жениться. Поэтому этот слух пустили. Но никто ничему никому не должен. Ну и про Воскалон тоже смешно. Но это к этому видео самому шоу. Обязательно фразочку добавил. Ну иначе надо... Россия вводи ВСК. Иначе там будет он. То есть, ну... Кремлеводский чисто лозунг. Захват телецентра логично. А вот банки брать еще и выгодно. Еще Ленин и Сталин этим занимался. Он Сталин вообще грабитель был. Только вопрос, как он с сухой рукой этим занимался. Тоже большой вопрос. Биографии ли вы вообще не придумали ли ее с нуля? Бедный, значит, сельский мальчик. Прихожая школа. А может он сын там чей-нибудь. И биография полностью выдуманная. При этом куча казахов. Но это я не уверен, что именно казахи пишут. Потому что интернет его отключают. А строчат только так. Поэтому это могут быть и кремлеботы. Пишут комменты при отключенном интернете. Хотя там вроде как интернет с перебоями. Сейчас может вообще рубанули. Но до этого с перебоями. Что только подтверждаю, что события цеховые, спланированные. И жестких подавлений не будет. Хотя может оно действительно будет, если соберутся. Хотя вряд ли. Там руководство, я понял, уже свалило страны. Им пофигу. Было предположение в начале, что значит там президент хочет свергнуть. Хотя зачем ему это делать. Он правительство распустит. А дальше его же так же сам и снимут. То есть действующему тому пешке президенту. Это по сути против Назарбаева сейчас. Так как он там главный олигарх. Хотя опять же это может быть лицо, которое просто телевизионное. На самом деле не он управляет. Ну опять же, как и везде. Ну или просто денежный мешок. А решение не он принимает. Тоже такое может быть. Потом могут везти российских миротворцев. Для охраны скважин, конечно. Именно потому нагнетали массово постами в соцсетях про казахских националистов. Запрет русского языка, языковые патрули. Объясняю. Значит, месяцев там сколько-то назад. Может 4. А может даже раньше это было. Резко начали появляться на всех пабликах. И в всяких развлекательных сайтах все время статьи какие-то. То значит там за язык спрашивают, что казахские националисты. А напоминаю еще ранее. Была предложена, я не знаю, выполнили или нет. Или не успели. Языковая реформа. Что значит в Казахстане буквится. То есть русскими буквами писали. Со всякими значками. А потом, или полностью, или может там какие-то буквы измененные, я не вдавался. Но решили перейти на латиницу. То есть то же самое по звучанию, но на латинском языке. И при этом, соответственно, параллельно. Это раз, значит, удар по русскоязычному населению. Так Казахстан, напоминаю. В Казахстане, вот эта вот часть, которая ближе к России, что логично, много там русского населения. Вот эта, которая более темная, там, по идее, больше русского населения. Я точно не знаю. Поправьте, если не право. Но, в принципе, вот эта вот часть, более северная, там больше русских. Соответственно, если их начать запугивать националистами, которые ходят и спрашивают за язык. То же самое, я почему говорю. В Украине же то же самое провернули. Значит, вот страшные украинские националисты будут бить всех русских. Я русского горячего, меня никто никогда в жизни не трогал. Появляются, да, только боты иногда, которые пишут, почему ты, значит, живешь в Украине, ну и говоришь по-украински. С ними могу, ему отвечаю по-украински. Так я, как хочу, так и говорю. Может, я даже зрение, кстати, неправильно ставлю. Не вдавался. Может, это тоже прицепится. Ладно. Я против грамморноцы. Потому что язык — это живая вещь. Пусть как хочет так. Лишь бы понятно было. Ну, бывает, конечно, тяжело это читать, если действительно кто-то. Свобода до какого-то времени. Ну, в общем, ладно. А теперь по-серьезски. У нас, значит, не было по языку... По языку начало сейчас буквально вот это давление. И то... Давление на язык идет только тогда, когда начинает давить холодильник, цены растут. И они, у них, как бы, у всех депутатов, так сказать, и управляющих есть оттяжка, что можно всегда свалить на языковую проблему. Начнутся срачи тут же. И все почему-то временно забывают про холодильник. Но вы понимаете, что это все глупость на самом деле пока еще. Может, когда-то действительно придет в комнат с вами. Я, как русскоговорящий украинец, говорю, что нет. Пока не пришло. Но это не мешало, значит, промывать ЛНР, ДНР и Крым. Промыли. Те территории. Вот там, значит, ну, дальше прочитаю. Но сама суть того же, что... Ладно. В общем, проспонсировали, я так понимаю, вот этих вот, подготовили. Или просто сняли пару десятков роликов. Просто актеров наняли, грубо говоря. Типа казахских националистов. Но этих роликов достаточно для того, чтобы раз в неделю там в каком-нибудь крупном паблике появлялся пост про то, что вот кошмарят русских по языковому признаку. И, значит, не хотят играть с русским мальчиком, постоянно было. Хотя бы не распятые в трусиках. Там могли бы уже до такого дойти, как в Украине пришли. Значит, кремлевские пропагандоны. Значит, распятый мальчик в трусиках. Ну, понятно. До такого уже докатились. Тут пока еще нет. Тут они поняли, что это, ну, совсем какие-то сказки нереальные. Но, тем не менее. Уже обязательно мальчик присутствовал, с которым не играет местный. Бьют его там. Брат выходит его защищать и так далее. Там конкретно спрашивали, где это происходит и почему не жаловались. Там не отвечали. Потому что это просто тупой вброс был. Всегда дети, да, могут подраться и так далее. Может, действительно, какие-то непонятки быть. Я согласен на национальной почве, тем более сейчас. Но делают их специально. Может, там действительно назревало. Потому что все-таки нации разные. Казахи, они более такие, я так понимаю. Как кавказцы, грубо говоря. Более такие экспрессивные. Тяжело, наверное, с ними рядом. Когда они между собой, они понимают, что в чем проблема с более горячим народом рядом находиться. Потому что, если он своего обидит, то ему получится такая же ответка. Если он обидит более такую нацию, которая мельно расплоченная, то ответки не будет, и он начинает наглеть. Вот и все. Почему? Когда сюда с гор спускаются, приезжают, то именно поэтому. Потому что там бы кровная месть для начала решает. Я вообще за кровную месть, потому что так, это хотя бы как-то кого-то останавливает. Пока, когда законы не работают. В режиме. Когда военное время, конечно, то как кровная месть. Ну, давайте я прочитаю сам текст, а то я как-то перебивался. В протестах в Казахстане четко видна организация. Мирные люди, в кавычках. Организованные наемники, сотники, тысячники, ну и так далее. И сейчас, если посмотреть любое видео оттуда, то, значит, идет толпа. И идет как какой-нибудь чувак со свистком или что-то. Ну, в общем, видно сбоку. Он типа куратор. Как вот идет толпа на демонстрации, и рядом идет человек. То есть на сотню человек, вот там десятники, наверное, даже есть. Там в зависимости отделения. Наук, значит, на Майдане, в Украине, четко было даже определение сотники. То есть, как бы, толпа делилась на сотни. Ну, как показано, казацкая традиция. Ну, в принципе, как любой армии. Должен быть старшина там и так далее. Ну, тут то же самое. То есть толпа организованная, я к тому веду. Плюс толпа, которая просто за протест. Ну, люди, толпы, которые просто за протест и присоединились. Дальше объясню, почему. Выходят перед военными. Точно такой же сценарий был в Крыму, Донбассе с Луганском. Да, выходят, значит, вперед бабы. Но тут баб, кстати, нет. Тут отдам должное. Перед военными мужики все-таки выходят. А не бабы. Потому что в Крыму вышли бабы к воинской части, которая там типа не сдавалась, не сдавалась. Не знала, что ей делать. И, конечно, кто будет баб стрелять. Сдались, все. То же самое и в Донбассе с Луганском. Хоть многие это будут отрицать, но видишь же видео, живые видео, где выходят вперед, значит, мирные жители, так сказать. Хотя, может, они не демирные. Может, вообще наемники, фиг его знает. Но, скорее всего, все-таки местные промытые пропагандой телевизором люди говорят, ой, будут фашисты нас убивать, куда нам деться. И идут, значит, на абразуры. Но военные не звери, они в них стрелять не будут, потому что нафиг это военному нужно. На себя брать кармический грех. Вы подумайте сами. Вы военные. Перед вами идет баба с ребенком, например, еще лучше. И говорит, ой, ты сейчас разопнешь моего ребенка в трусиках, подвесишь. Ой-ой-ой. И так много людей. Ну, военные не будут стрелять. Практически сдались. То есть тут то же самое, только с поправкой, что все-таки пока мужики. На военные, на абразуры не идут тетки. То есть хотя бы в этом какой-то есть смысл. Там военные, да, могут повоевать пока еще. Если на тебе идет вооруженный человек, например, то, соответственно, он может выстрелить. Другое дело, если баба идет. Хотя в Израиле такую бабу тут же пристрелили, потому что на бабе может быть, соответственно, гранаты навешаны. Ну, или еще чего похуже. Поэтому в Израиле такую бабу пристрелили бы. Но в Украине не сработало, потому что по своим гражданам у нас как бы теперь уже не своим получается, а гражданам. Но тем не менее. Стрелять не привыкли. Ну, и перед, конечно, перед отделением в Крым навезли кучу военных пенсионеров. Так как я там проживал и часто ездил, то, могу сказать, да. Да, за последние годы пенсионерам просто выкупили квартиры в новостройках и заселили туда военных пенсионеров. Поэтому те говорят, вот, значит, много русскоговорящего населения, вот там буквально за, там, ну, 7 лет до оккупации не было. Ну, значит, используют прикрытие, живущие, так сказать, как в Саус-Парке, там, неграми прикрывались, но тут бабами. Военные же не звери, тем более задача военных – охранять границы снаружи, а не от своего народа. Как бы это логично. Военные вообще, так же самое, как, значит, в Казахстане сейчас военные. Военные, видите, не должны заниматься, это не их работа – стрелять внутри страны. Для этого есть надзавардиа там и прочие менты, которые, значит, бабушек бьют и так далее. Вот Лукашенко таких воспитал уже за свое время, так что вполне может. Те будут стрелять только так. Они потом знают, что, значит, их, скорее всего, примут в России или где-то еще, как у нас. Ой, бедные мальчики, их коктейлями Молотова жгли и так далее. Ну, мальчики, как бы, готовы были убить. А свою зарплату, за свою пенсию, а свою квартиру будущую, возможно. Мальчики готовы убивать за деньги, так что, ну, что мальчики? Ну, да, я согласен, это каста воина, как бы. Это всегда или бандиты, или менты, то есть, что одно и то же, по сути, у нас. Я думаю, все остальное в мире примерно так же. Просто где-то это более скрыто, у нас это явно. Еще раз напоминаю, мне менты ни разу в жизни не помогли. Поэтому, а все, что когда-либо украли, ничего не вернули. То есть, я не знаю. Может, кому-то менты в сказках и помогают, но не мне. Я видел, только они как к заданию приезжали и собирали сыган, которые ширку варят, в общем. Все. Это единственная их работа была. Те видео, что выкладывают строго постановочные, организованные в локальных местах. Ну, действительно, там так снято, если кадр не проводится вокруг, то видно, что это, ну, в каком-то квартале снимают. Уже отработано в Одессе, когда силовики и демонстранты, в скобочках, опять же, демонстранты, потому что это не демонстранты, это выпускники школы милиции и так далее, управлялись людьми, одними, ну, то есть режиссерами, одними людьми, и играли на камеру буквально так, как им давали указания, куда и как двигаться, а потом давай по-новой. На ютубе раньше было много видосов, но сейчас их перебанили. Действительно, можно набрать расследование, может, где-то еще осталось, ВКонтакте, там где-то еще. Про Одессу, но, опять же, оно прокремлевское, поэтому я его укладывать не буду, но там сам факт, то есть человек сам показывал, ну, не только он, а просто из того, что помню, какое-то длинное расследование, там много частей, наверное, части 4, он это просто видео нашел. Раньше их было много. У меня винчестер полетел старый, на нем это все было сохранено. Я специально собирал, но теперь уже этого нет. И в интернете тоже не особо это оно есть. Или как его сказать, фиг его знает. Значит, ну, надо, наверное, события в Одессе искать. Я друг отвлек глупейшим звонком. Он сам в Инстаграме не сидит, но зашел на Инстаграм своей жены и увидел, что у нее есть в Инстаграме, оказывается, и подписчики, и подписки. Зайдя в подписчиков, он увидел, что там есть квартиры посуточные и решил, что жена ему изменяет, снимая комнату. Но когда я ему сказал, что в подписчиках любой может добавиться, если их не банить, то он успокоился. Но, тем не менее, отвлек меня, поэтому у меня сейчас будут спутанные мысли. Еще обидно, что кусок видео записал, и он не записался. И чтобы далеко не ходить, давайте я покажу свое же видео на эту тему, которую все показывает. Вот, мент переодетый, молочек. Говорит, брянг север, и его отпускают. То есть кодовые слова, при котором своих отпускают. Вы сейчас слышали позывное. Это провокатор. Подсадная утка. Обама. Ссылка, что такое цех в описании. Для тех, кто не понимает, то, что может впервые меня смотреть. Что такое цех? Что это он все время говорит? Цех, наверное, это мясокомбинат. Цех, это старые леки, или цех, наверное? Нет. Цех, это совокупность организаций, которые, возможно, даже друг друга не сильно хорошо знают, но при этом являются ветьмями этого цеха. То есть окучивают население, направляя его в нужное русло для управляющих. А вот кто управляющий, это мы не узнаем. Они не светятся. Просто показал корочку. А что это было, не расскажите? Видео глянули. Всегда есть люди, которые хотят грабить, жечь, убивать, ебать гусей. Но это понятно, это как бы стандартная схема. Такие люди как раз нужны в период всяких бедствий и так далее. Они чаще всего выживают. Потому что хорошие люди гибнут первыми, всякие ублюдки выживают, а потом... Не хочу ничего сказать плохого, но чаще всего хорошие люди первые ловят поле. Почему-то так. Да, есть, которые еще выживают. Но, как правило, хороший человек стрелять не будет. А вот человек, который склонен к чему-либо, на себя берет кармические грехи, ну... Протестов тоже не переворачивают. Это делают наемники, которые сами бывшие силовики. Жгут их тоже они. Эффектно смотрится. Все постят в соцсетях, имеется в виду. Фоточки смотрят, ужасаются. Не может такого быть. Смотрите, что творят. Смотрите, что творят. Надо отделяться срочно. Срочно отделяться русскоязычное население от вот этих вот погрому. Ну и так далее. Вы поняли. Зачем такие цеховые представления нужны? В данном случае показать массовость вначале. А потом уже народ, насмотревшись видео в телеге, выйдет на улице. Опять же, интернет вроде как отключили что-то слишком поздно, как-то запоздало. И отключили ли-ли-ли, потому что все равно видео просачивается в сеть. Каким-таки магическим образом, я не знаю. То есть не столько, наверное, сильно отключают там интернет. Какие-то еще возможности есть. Не у всех провайдеров и так далее. Что сейчас и происходит? Народ выходит на улицы. То есть они видят массовость. Но тут опять же возможны, значит, тетушки и антитетушки. Кто-то может специально делать западло демонстрантам, провокаторы, которые, значит, мирная демонстрация, например. Действительно, настоящая мирная демонстрация. И тут же появляются какие-то молодчики, которые опять же цеховые тетушки, вот эти вот выпускники школ милиции, менты без погонов, а может со званиями даже, которых потом типа уводят, но на самом деле они свои. И они как раз начинают жечь магазины и так далее. То есть саботируют протест. Даже не саботируют, а как очерняют. В общем, делают провокации, чтобы показать, что протест – злобные уроды, которые только и могут что ломать, сжечь, переворачивать машины. Но это во Франции очень четко видно, где сразу любая демонстрация сразу тут же переворачивает машины. То есть тут же они даже не парятся. Сразу зовут этих ментов без погонов. И давай делать из протестантов настоящих зверей, которые только и могут что крушить и ломать. Но под эти дела, конечно, могут и местные подстраиваться уже, которые обграются просто по кайфу. Крушить и ломать. Это другое дело – пограбить и выносить телевизоры из магазинов. Это все как бы одна схема. Но менты это не останавливают. То есть это специально тоже сделают, что менты не останавливают, чтобы простой народ видел, насколько страшен протест. Как это плохо для бизнеса, для города, для всего. Потому что, вот смотрите, вы допустили протест, вы не остановили своего соседа, вы не настучали ли его, когда он пытался выйти на протест. Все, теперь вы убедитесь, у вас магазин твой сгорит, если ты это не сделаешь. То есть, ну, как бы несколько игр в разные стороны. Поэтому в любой ситуации нельзя прямо вот сразу утверждать, что что-либо так происходит. но все равно шаблонность тут есть. Причем очень четкая. Всегда есть те, кто выставляет протест уродами, которые могут только крушить и ломать. Все, это сто процентов. Просто другое дело, эти молодчики вообще по договоренности, не по договоренности сделаны. И как? Ну, это еще в Робокопе показано. Опять же, по-моему, режиссера, нет, другого, наверное, Робокоп. Само решение зимой поднять цены на газ в два раза тоже очень интересное и вызывает вопрос об адекватности власти. Да, обычно зимой такие решения не принимаются, когда народ особенно зависим от энергоносителей. Но тут, конечно, протест был именно из-за транспорта, так как все на газу. Но, напоминаю, страна, то сама себя обеспечивает, еще и продает. Поэтому решение было какое-то очень спонтанное и в два раза. У нас в Украине медленно поднимают, в России тоже. Это правда. У нас поднимают там за сезон, каждый сезон, там, например, четыре раза в год, но зато на треть, а то и больше. Вот крайнее, кстати, чем я очень недоволен. Почему-то в Запорожье поднимают цену на пресную, как депровскую воду, как питьевую, но она на самом деле техническая. По всем показателям она техническая вода. В ней очень много осадка и так далее, и воняет она конкретно тухлятиной, ну, то есть гнилю, именно болотной. то есть нечистные сооружения не справляются. Учитывая, что у нас одна из самых грязных вод, тем не менее, на нее цену подняли в полтора раза. Сейчас вот следующая платежка будет цена в полтора раза выше. Напоминаю, в Киеве она не изменилась. Вначале идет, значит, Киев, который питается пресными водами из источников, артезианскими практически. Потом и днет, по сути, ну, из крупных городов Днепр, который питается, опять же, днепровская вода из-под Киева, а мы питаемся уже водой из-под Днепра, из-под города Днепр. Днепропетровск бывший. То есть, мы пьем вообще мочу киевлян, которая к нам дошла, значит, через Днепр. И Киев, и Днепр, это одни из крупнейших городов Украины. Киев, наверное, самый крупный. Днепр тоже один из крупнейших. А у нас цена поднялась, поэтому я тоже могу сказать, что выходить и требовать. А какого хрена вы нам цену подняли, причем самое главное, что поднятие цены идет в налог. То есть, это не остается у местной власти на то, чтобы инфраструктуру улучшать, чтобы тиной вода не воняла. Нет, это идет чисто в Киев. То есть, это побор. Я почему-то думал раньше, что города как-то равномерно отдают. Оказывается, нет. Вот, решили, что у нас Запорожье может доить и будет доить. То есть, вот, я тоже сам можно сказать пострадавший. Поэтому будем возмущаться. Что делать? Платить и возмущаться. А тут вот не захотели платить и сразу возмутились. Может, и правильно. Но, опять же, как я покажу дальше, это все связано очень сильно с геополитикой, так сказать, которая на самом деле не существует. В Украине медленно поднимают Россию тоже. И тут, как с Яноком, он мог разогнать всех, но не стал делать, так как получил цеховой приказ и его воля вообще не решала. Да, мог разогнать вполне. Но, так как все активы за границей, опять же, с сыном у него тоже постановка была, значит, нет тела, нет дела. Тоже фиктивно утонул, значит, у него сын, если не знали, один из. И теперь его можно не искать, хотя я не знаю, на кого это рассчитано, зачем обывателю, ну, как-то, ну, тупо тоже сделали. Какая-то смешная цеховая операция. Кто надо, тот найдет. Тем более сына потом ловили просто по Инстаграму, что он там где-то шоковал. Не своему Инстаграму, но где-то на какой-то фотографии его поймали, что он там бабки тратил. То есть живой и здоровый тратит деньги. Поэтому все эти постановочки с утоплением внезапным, вдруг какой-то этот бугай сел на свой гелик и поехал, значит, топиться на Байкале. Такой бред. Но, тем не менее, ладно. Поэтому активы все с границей. Ему сказали, и тебя грохнем, и семью твою грохнем, скорее всего, даже семью. А себя все-таки он бандит ган, не так должен бояться. Сказали, все грохнем. Будет Майдан такой, что сгорите вместе с хатой. Так что, ему у него выбора не было, он поэтому и сказал, как сделали. Поняли его? Сказал, как сделали. А ладно. Так получил цеховой приказ, его воля вообще не решала. Похода, тут так же. Лидеры дуты, им дают приказ выше. Они исполняют, даже если это полностью перекроет страну. А это перекрыло страну, к сожалению. Но, напоминаю, про Астану, которая теряя Нур-Султан. Астана, масонская столица 21 века. За Януковичем, он может и был какой-то член ложи, какого-то там братства, третьей спины левого плеча. Но по сравнению с тем, как Нур-Султан, значит, этот, ну, миллиардер, забыл, как его. Ну, Нур-Султан, фамилию. Ладно. Назарбаев. Нур-Султан Назарбаев. Он точно, ну, 100% масон, потому что у него полностью столица, новая столица, построена с пирамидой, в которой там зал заседаний есть. Там чуть ли не зал, но он мирового порядка, он так называется. Опять же, масонские, значит, обязательные два столба и третий с кругом по центру. Что так, что так. Масонские обязательно. Пол плиточный. Ну, тут типа солнечных часов что-то. Обязательная длань. В треугольник, и значит, как будто, как в фильме вспомнить все. Там тоже он длань перекладывал, все помните. Только там было меньше пальцев в длани. Хотя у пришельцев наоборот вроде как должно быть больше пальцев или нет, непонятно. По идее, чем более высокодоходное существо, больше где пальцев. Поэтому 40-ка дожка сабы, или 100-ка, или 1000-ка дожка там нашли уже. Сколько там многоножку. Вот тут тоже земля непонятно. Символизм. В общем, все символизма пропитана. Ссылка будет в описании, ну, вы-то сами можете набрать. И самое главное, что из зданий формируется, как и в Вашингтоне. там пентаграмма формируется, а тут масонский наугольник из зданий. То есть, лидер точно шарит. Назарбаев точно шарит за масонство. И он один из там в очень высоких степеней масонства имеет, скорее всего. Иначе, он просто так не строил. Поэтому ему приказы выполнять легче, потому что он как бы сам полностью в этой теме. Или вообще достаточно щелкнуть пальцами, он промыт там и если что, выйдет в окно по... Или там есть даже фокусы, что может запрограммировать человека самому себя шею сломать. Грубо говоря, не только в окно выйти. Потому что окна не везде есть. Или выйти в окно на первом этаже и вышли. А тут конкретно. То есть, если человек запрограммирован, может у него какая-то есть. Ну, вы понимаете, они умеют промывать. Это все показано даже даже уже в обычных клипах. Ну, в данном случае не клип, а вот кошмары исполнителей, кошмары певцов, где... Короче, ссылка будет в описании. Ну, там показано не помню этого певца. Ладно. Там всего три видео. Моргенштерн, кто-то еще и он. И вот там в санатории КГБ короче дело происходит. Там всем промывают и заставляют ритуальное убийство совершить. То есть, по сути, полное НЛП. МК ультра, можно сказать. Так что, возможно, лидеров тоже обрабатывают. Они, помимо того, что ходячие кошельки, хотя фиг его знает, преодержать ли им вообще денег, может они просто актеры, без денег. И так же само показано, как Бен Кинсли играл в Человеке-пауке и сейчас в про дракона фильм «Десять колец», что он, значит, играл там диктатора кого-то или террориста. Просто актер. То есть, уже это показывает, что секс существует. Походу, тут также лидеры дуты. Им дают приказ выше, они его исполняют, даже если это полностью перекроет страну. Цеховые актеры богатые властные, надо поры до времени. Дальше посмотрим. Конфликт, скорее всего, не угасит, но ситуация останется, как и Беларусь. Но, возможно, останется в той части, которая осталась. Все-таки с Беларусью, Беларусь пока не полностью зажали. Она и так как бы принадлежит уже России, по сути. А тут, возможно, вариант сейчас дальше опишу. Просто откроют кусок под видом русского мира, защиты русскоязычного населения и так далее. Поэтому тут возможен другое. Но в любом случае, мне кажется, воевать не будут с Россией. Бой, как в Украине. Может, какая-то стычка будет, но ее быстро даже афишировать не будут. Новостях это не появится. Что значит, там три спортера сожалею, или целую дивизию. Но обоим сторона про это будет говорить невыгодно. Что Россия тогда будет страшным агрессором, что Астана будет проигравшей страной, которая свою территорию потеряла. Поэтому будет невыгодно. Как сейчас замяли Иловайский котел полностью, не вспоминают даже. Хотя там погибли лучшие сыны Украины, по сути. Добровольцы. И упаковать в землю добровольцев было выгодно как России, так как они тогда воевали с Россией, так и значит нашим олигархам, которым не нужен продолжение было, ну как революция поедает своих детей. Невыгодно было продолжение Майдана тут. Вот и все. Поэтому вы понимаете. Тут может то же самое произойти, это замнут. Замнут и никто вспоминать даже не будет. Генералом ничего не будет за это. Поэтому ну и опять же щит напоминаю про щит живой щит как значит любят сейчас в гибридных войнах делать впереди бабы кричат вопят но это цыганская тактика по сути цыгане так делают вначале вначале баба потом выскакивает мужик и ножичком ножичком так же самое и тут вначале идет живой щит из жителей местных желательно потому что не местных будет видно что это не местные из местных промытых жителей которые останавливают значит военных ну в принципе в американских фильмах так же само показано что значит подходит там девочка мальчик кто там кто угодно тетенька к солдату засовывают ему значит в ружье засовывает цветочек только тут не указывается что потом территорию аннексирует после того как засунет цветочек он не выстрелит в ответ живой щит позволит аннексировать территорию без боя потому что опять же не звери чтобы стрелять своих дальше посмотрим только так можно сказать смену дута власти пока не произойдет но там уже вроде как вылетели боинги куда-то там другие страны но здание пожили а дальше проблема в том что тут нету лидера протеста то есть такое ощущение что это для меня доказательства того что именно смены власти не будет потому что нету лидера который бы занял место понимаете протестах обычно есть лидер тут лидера нет тут как бы народ просто вышел а значит народ просто ведут ведут его с целью опять же отжать территорию настоящие это смены не происходит никогда одна говорящая глава сменяет другую если это был бы реальный перевод незапланированный цехом и несогласованный силам с руководством страны о чем я говорю что руководство страны все знает и признает перемещение прекрасно по своей стране этих наемников но сделать ничего не можно так как приказ свыше угроза жизни так сказать а может не только жизни а еще и жизни следующей жизни интернет бы на раз отключили протесты подавили но примерно рассказывают что значит интернет отключают но почему-то видео постоянно в телеграме появляются из телеграма видео появляются телеграма нет но их все время сливают вк и так далее пример работы провокаторов ментов тетушек ну это я показал школа милиции ну и давайте про отличие того что делают местные власти под управлением цеха и без управления цеха то есть цеховое событие и не цеховое ага не хочет открывать но значит тут есть цитата это же из википедии протестное движение мангия стуанской области казахстана акция социального протеста работников дочерних компаний государственной нефтегазовой компании каз муна и газ мангии стуанской области на юго-западе казахстана опять же там где больше всего есть всяких полезных ископаемых наиболее известна массовая забастовка огнетяников в 2011 году то есть это уже на нашем веку айфоны уже наверное вышли то есть телефоны уже снимать умели камеры вылившиеся в крупные беспорядки в городе Жан-Азене 16 декабря с 15 погибшими сотнями ранее на следующий день поселке Шетпе во время подавления полиции беспорядка связанной с событиями Жан-Азене погиб один человек но говорят подвигших было около 200 а может и больше потому что трупы всегда можно спрятать и опять же давайте сравним тут просто вышли бастовать шахтеры требовать заработной платы требовать улучшения условий их тупо расстреляли протесты были но они были не вооруженные сейчас по сути идет вооруженный протест и какая реакция а никакой практически нет ее может я не прав может там втихаря уже положили но посмотрим тогда если положили не дали бы здание поджечь понимаете а тут спокойно дали здание поджечь так же само как захват капитолия это была полная постановка если помните там такой рогатый типа векинг и остальные зашли значит там капитолии статуи взяли пошли куда-то а потом есть видео со стороны где их просто ведут то есть это актеры которых привели это конкретные люди но теперь против них уголовные дела опять же не знаю фейковые не фейковые но потому видео они спрашивают разрешение полицейского что делать полицейский стоит там по-моему даже полицейскими на полицейской форме надо найти это же видео по-моему когда-то его постил ну вк точно постил что это доказательство фейковости думаю можно найти и так написать там из фейк взятие капитолия фейк и найти то есть все это согласовано все это просто снимается со стороны камеру и так далее никто бы так не пустил там кольцо охранников было охранников специально сняли на тот момент чтобы значит эти могли зайти в капитолии и при этом ничего не спалить то есть контроль был для картинки да вот типа взяли вот трамп такой злодей какие-то непонятные люди роднеки зашли капитолии как они могли как они посмели хотя это в принципе народ и по конституции они имеют права туда заказать поэтому в чем проблема за что их судят тоже непонятно на самом-то деле демократия демократия какая нафиг демократия и то же самое тут типа взятие зданий поджог их вы понимаете там куча охраны было а теперь охраны нет и там если показывают не такие уж огромные толпы заходят то есть вполне от них охрана могла отбиться поэтому эти здания дали здание администрации дали спалить специально только так потому что тут достаточно мирных шахтеров просто расстреляли а тут те кто шел полить здание не остановили очень как-то странно так происходит странно происходит не находите договорняк явно есть причем договорняк невыгодный судя по всему Казахстан в целом но значит есть чем давить на лидера что он не дает охране стрелять ну и давайте глянем значит Нур-Султан вот тут находится на востоке Казахстана но ближе к России все равно вот это вот вся территория так понимаю русскоязычная в основном до гор где пустыня начинается там наверное все-таки менее русскоязычная и давайте почитаем по запасам газа Казахстана занимает 22 место в мире и 3 место среди стран СНГ после России Туркменистана третье место понимаете третье место государственной комиссии по запасам утверждены извлекаемые запасы газа на уровне 3,8 триллиона метра кубических порядка 98% всех разведанных запасов газа сосредоточено на западе Казахстана на западе Казахстана то есть ближе к России при этом при этом 87% крупных нефтегазовых и нефтегазоконденсаторов месторождениях ну и тут есть перечисления где добываются месторождения Амангельцы и Шагрлы Шаумашты и вот Карачаганская нефтегазоконденсатор месторождения и оно находится как раз ближе к России и тут давайте а ну вначале вот это вот то есть где Астана столица так сказать и где вот это ближе к России находится то есть вот тут русскоговорящее население уже недалеко так от ресурсов и давайте Байконур в который напоминаю едет десант из ЧВК российских для защиты Байконур Россия может вести войска за Казахстан Байконур находится вот где в центре практически Казахстана не думаю что они будут прям по половину отхватывать по Байконур будут отхватывать но если не будут водить войска то вот эту часть скорее всего погрозиться к Узбекистану они отхватят вот так вот вдоль моря я думаю тоже что-то есть высыхающие скорее всего в общем какую-то часть около четверти могут отхватить Россия я имею ввиду у Казахстана может меньше в общем выход вот к этому месторождению точно не будут пробивать вот к Кашаганскому я так понимаю выгодное дело получается выгодно бороться за русский мир и так далее а ну и к тем кто рассказывает что значит с Россией дружить выгодно экономически целесообразно нет не целесообразно уже подружили при Януковиче полностью разобрали запорожский алюминиевый комбинат он полностью состоял практически из шин медных и алюминиевых где можно было были огромные алюминиевые шины шириной метра вообще и толщиной где-то 3 миллиметра 4 там по-разному и медные шины огромные тоже были так как большой ток там токи сотни ампер шли напряжение напряжение маленькое а токи огромное хотя и напряжение это большое было но факт в том что завод полностью состоял из цветных металлов его купили за копейки при Януковиче и полностью разрезали и вывезли на металл а зачем это сделали они развивали производство потому что это был конкурент российскому значит производителю алюминия то есть выкупили у пророссийского президента завод за копейки продали его в четыре раза дороже вообще до фига прибыли получили четыре раза дороже его продали на металл вывезли в Турцию скорее всего этот металл и там переплавили почему-то в Украине плавят Турция то есть тут же на балке средней если знаете такая заправка есть есть кастер-бомжи которые роются в отходах металлургического производства и достает там металлические всякие кусочки и потом их же вместо того чтобы тут же в километре завод находится который их изготовил переплавить их дальше их отправляют в Турцию ну и так же банки все это цветмет весь выкидывают которые выкидывают собирают и везут в Турцию потому что нашим олигархам не выгодно чтобы местные заводы начать им занимались пусть лучше занимаются турецкие заводы а своего алюминиевого стера нету потому что подружили с Россией поэтому не надо рассказывать что ой выгодно было значит торговали да да дружили торговали вот завод за копейки выкупили разрезали на металл так же самое сделали бы с запорожсталью просто и не дали им не дали это сделать потому что Янукович сам хоть он и значит цеховой был ну все они цеховые но как бы завод который приносил бабки не дали не дал загнуть то есть менее важно он дал загнуть при этом скорее всего с ним поделились этим порезанным металлом а если запорожсталь остановить там ну на черняк резать там особо выгоды нет поэтому как бы не такая ценная рыбка но приносит бабки опять же это конкуренция российским заводам поэтому если бы дружили с Россией нас бы просто город стал как Детройт в его худшие годы когда заводы все закрыли и все ну и повторяюсь тут можно геополитикой заниматься долго но вот эту часть с выходом кворя точно попытаются к себе присоединить и назвать это какой-то там очередной республикой бананов и чтобы раскрыть тему за газ к чему вообще я веду к тому что на примере запорожского алюминиевого комбината показать что захват месторождений газа не просто ради ресурсов ради того чтобы убрать конкурента так как в последние годы Казахстан благодаря в том числе латинице и курсу как бы прозападному так как он масон западного явно толка то компании появились там китайские американские европейские разные в общем компании а Россию так сказать потеснили я так понимаю и теперь проще просто завоевать у конкурента забрать ресурсы и к тому что значит газ только в России существует нет как Украина в Россию газ поставлял но это как бы эксперт ладно но сама история такая что в начале Украина месторождения в Украине были раньше чем в России то есть тут отработали технологию потом начали использовать Украина была первой из республик СССР которая добывала газ в Дашаве Львовской области газ начали добывать еще в 20-х годах прошлого века тогда уже был проложен запровод Дажава Драгобыч затем во время Второй мировой немцы начали строить газопроводы от Дашавы через Польшу на Берлин но войну они проиграли после войны тот газопровод был демонтирован и продолжен газопровод Дашава Киев потом Дашава Москва понимаете какое направление было из Украины из украинского месторождения газа еще позже через Минск был проложен газопровод Ленинград по сути Дашаава была одним из крупнейших газовых месторождений в Советском Союзе после Дашаава были открыты другие месторождения все они имели запасы не менее 30 миллиардов кубов газа то есть они были достаточно мощные но затем было открыто слишком мощное месторождение Щебелинка Харьковская область и в 1973 году украинская добыча газа достигал максимум 68 миллиардов кубометров после этого началось падение добычи и сегодня Украина добывает 20-21 миллиарда кубометров на бытовые нужды этого хватает но на заводы у нас в основном потребляют понимаете и при этом даже на свою собственную у нас завышенные цены как мировые уже было несколько государственных программ еще советских которые предусматривали увеличение добычи газа до 34 миллиардов до 2010 года затем объемы были подкорректированы 28 миллиардов ну в общем и так далее но сейчас мы полностью на чужом газе сидим а этот идет непонятно куда потому что тот же куля в лоб яйценюк рассказывал что мы полностью можем сидеть на собственном газе и тому есть подтверждение даже если месторождение газа в толще земли у нас сейчас прохудились то при Крымском взлетрясении 1927 годы и далее ну вот можно почитать это описано кстати в 12 стульях то огненные явления на море в 30 километрах запада от Севастополя были замечены огненные столбы и завесы и все началось вечером 11 сентября опять же очень интересная дата 11 сентября ну как вы понимаете отсылочки 9.11 тогда многие обратили внимание на какой-то особенный закат солнца ядровых профессор Ваенченко вспоминал как направляясь в Херсонеса но и часть неба была охвачена ярким буровато-оранжевым светом который эффективно отсвечивал на гладкой поверхности карантинной бухты как будто выпал пожар выпал пожар яркий свет которого проходил через домовую завесу отброса водяной поверхности был такой яркости что лошадь бросилась в сторону и хотела проехать близко к воде после заката солнца разразилась сильная гроза затем небо очистилось и в нем засияла полная луна по свидетельствам очевидца во время землетрясения наблюдали огонь красного цвета в виде сильной зорницы западного направления где грозовых туч тогда не было получается что огненные вспышки действительно имели огромные размеры поскольку были видны на расстоянии до 60-70 километров на мысе Лукул наблюдалась огненная вспышка высотой около 500 метров и шириной около 1,8 километра эти вспышки были видны из Евпатории также из рассказов очевидцев из Феодосии известно что в 30 километров по направлению Канапе то есть по другую сторону основного очага также небольшого от него удаления в море тоже были замечены огненные столбы это к тому что запасы газа в Черном море огромны напоминаю в Черном море одна вышка ржавая стояла у меня даже фото где-то есть старое там одна вышка ее отобрали сейчас но она по-моему не функционировала и две более-менее рабочих вышки в Азовском море территория это практически граница сейчас временная надеюсь но граница с Россией вы поняли по косе и там село стрелковое в котором я периодически отдыхаю потому что там людей меньше на косе вот село стрелковое там две вышки опять же сейчас они не работают которые именно по газодобыче всего у нас получается в Украине несколько там вышек еще пододеса есть то есть из шельфа Черного моря можно добывать но нам этим не дают заниматься это раз то есть море горело но учитывая что хоть это анекдотом стало что значит укры выкопали море но по сути Черное и все остальные моря это карьеры опять же по тому как милеет Аральское море можно судить что потоп был совершенно недавно так как оно милеет уже эти 70 лет то есть потоп был 200-300 лет назад это все было просто залито водой потоп мега цунами но факт остается фактом все милеет значит когда-то оно чем-то было разбавлено откуда-то вода взялась поэтому если даже посмотреть на гидролокацию Черного моря то оно похоже очень на карьер предыдущая так сказать цивилизация которая выпотрошила планету а теперь мы значит муравьи которые на рекультивированном карьере потому что кто-то же деревья посадил которые в тайге и так далее на вечной мерзлоте растут в общем вопросы вопросы к нашей реальной истории но это это уже другая тема и опять же к вопросу о том чей Крым почему значит многие опять же кричат Крым нам подарили нет Хрущев не подарил Крым а так как делали Днепр судоходным напоминаю выше Запорожье в течение 200 километров там тянутся пороги раньше пока не построили Днепрогресс и не подняли уровень воды там судоходство было проблематичным волоком тащили или только на бревнах которые без киля можно было проходить на судах таких на бревнах грубо говоря на плоту из бревен потому что только он мог через пороги пройти более глубокое судно не прошло бы оно просто бы разбилось о камнях подняли уровень Днепра и соответственно параллель с этим построили Крымский канал для того чтобы превратить Крым в помимо здравницы еще и озеленить его вот благодаря этому затопили лучшие плодородные земли великого луга Запорожской области где я проживаю в Запорожской области тут как раз значит казаки по этим территориям скакали так сказать вот эти вот места были самые плодородные так как вокруг была лес и степь практически даже если возьмете старые фото нет объяснить это просто вырубкой тоже нельзя так как ну деревья в общем в течение тут 50 лет выросли практически на всей территории Украины не знаю каких других регионах но опять же в той же тайге леса возраста что очень странно так как в настоящем лесу не должно быть одного возраста деревьев то есть тоже очень ну опять же разделительные полосы это мест непонятные которые не люди делали явно не в советское время даже потому что тайга вроде как дикий лес а при этом разделительные полосы есть если посмотреть сверху поэтому рекультивация явная карьера после потопа но тут важно что что опять же вся эта система связана с Украиной а решение Крыма было очень важно так как виноградники садили вода вода нужна была ну и вообще обеспечивать города понятно сейчас пока горы обеспечивают там родники есть но это все равно не тот объем даже Днепр сейчас мелеть стал на самом-то деле поэтому такое ну может климат меняется поэтому изменяется но все равно вся эта мега структура вся эта мега стройка была связана с поднятием уровень Днепра в том числе чтобы на Крым шел канал шла вода поэтому не просто так Хрущева дал как не отдал почему Крым должен принадлежать Украине вот почему хотя бы поэтому потому что мега стройка которая затопила очень большие территории нескольких областей Каховское водохранилище оно огромные территории затопило практически это море поэтому говорить Крым надо только со словом Украина Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...